Одним из претендентов на победу стал проект, который представляет Мадонис Олег Риад. Он предлагает использовать искусственный интеллект для помощи в определении диагноза. Это не говорит о том, что мы исключаем врача. Это не так, это только помощник врача. Потому что одновременно нужно за несколько минут приема доктору делать, смотреть пациента, оценить ситуацию, делать диагнозы и назначить лечение. А если будет какой-то некий помощник, то я думаю, что мы сократим определенное время для работы доктора, чтобы на пользу было пациента. Конкурс «Лидеры Карелии» был создан по инициативе главы республики Артура Парфенчикова в 2018 году. Тогда проект собрал около сотни заявок. В этом году желающих было больше – около 260. Ну и усложнились этапы отбора. Чтобы добраться до финала, участники прошли через заочные туры – два полуфинала. На протяжении конкурсного пути были тренинги и семинары. Очень много интересных проектов, которые имеют дальнейшее возможное продолжение. Главное, чтобы ребята не остановились. Многим из них требуется поддержка именно на уровне государства. И то, что они готовили, то, что они носили, они хотят услышать о поддержке, они хотят получить информацию, как реализовать свои проекты. И в рамках этого конкурса это можно сделать. До суперфинала дошли 16 участников. Но только 10 из них были признаны победителями конкурса «Лидеры Карелии-2019». Все они получили дипломы и кубки, которые подтверждают высокое звание. Теперь победителей ждет работа с наставником из числа руководителей республики, а также включение в кадровый управленческий резерв региона. Марат Дажедаев, Алексей Миронов, САМПО ТВ 360.